Этому дому по адресу проспект Нурсултана Назарбаева 27 уже больше века. Со стороны не видно, как он рассыпается, но если приглядеться, то можно увидеть большие трещины в стенах и не досчитаться кирпичей. Они давно выпали, но пока никто не пострадал. В квартирах ситуация обстоит не лучше. Потолок рушится, а делать ремонт бессмысленно. Я боюсь в другой раз. Сразу стою. Я ночью не сплю, сижу, чтобы у меня ничего не было. Там уже, видать, сразу село. И так все кругом. Ледник один. Дует. Двери закрывают. Они уже не держатся. Двери осадка же большая. Гульмира Мажитова показывает трещины в своей комнате. Говорит, из них дует, а у женщины маленькие дети, которые мерзнут. В доме холодно. Невозможно здесь вообще топим. Сколько все равно. Бесполезно. Днем только включаю. А утром встанешь, холодно. Здесь невозможно. И умыться негде. Дом два года назад признали аварийным, а жильцов поставили на очередь. Но когда она подойдет, люди не знают. Этот вопрос мы задали представителям ЖКХ. За счет средств КПО строятся два дома в северо-восточной части города Уральска. Два дома. В общем, количество квартир – 244. И они в дальнейшем будут передаваться именно тем лицам, которые состоят в очереди как единственные жилища, признанных аварийным, согласно жилищной комиссии. Всего в городе насчитывается 41 аварийных и 200 ветхих домов. 249 жителей ждут свои квартиры. Если исследовать простой арифметики, то пять человек в тех домах, которые строятся на сегодняшний день, пока квартиры не получат. И сколько им придется ждать, неизвестно.